Во вторник американский конгресс разбирался с недобросовестной рекламой препаратов для быстрого похудания. На Капитолийский холм был вызван популярный телеведущий доктор Оз и представители Федеральной комиссии по торговле, обязанные бороться с производителями, намеренно вводящими потребителя в заблуждение. Из американской столицы Александр Панов. Слушания, вызвавшие повышенный интерес публики и прессы, начались необычно. С просмотра телевизионной рекламы. Эта таблетка волшебная, она мгновенно избавит вас от лишнего жира. Федеральная комиссия по торговле вчинила иск производителям пищевых добавок Сенса, гарантирующих потерю 15-20, а то и 30 килограммов, причем никаких диет и упражнений. Сумма иска 26,5 миллионов долларов. А производитель ореховых кремов, якобы корректирующих фигуру, Лоситен, уже уплатил почти полмиллиона долларов, чтобы не доводить дело до суда. В США проблема лишних килограммов приняла размеры эпидемии. У 35% американцев ожирение, еще у 35% лишний вес. В прошлом году жители страны потратили 2,5 миллиарда долларов на то, чтобы похудеть. Как свидетельствуют данные опроса Гэллопа, 51% граждан мечтают сбросить вес, но активно работают над решением проблемы только 25%. Идеальные формы без усилий – самый большой и опасный миф. На слушание был вызван популярный телеведущий, хирург Мехмед Оз. Он сделал себе имя, еще работая на шоу Опре Уинфри. Последние пять лет у него собственная программа, а рекламируемые им средства для потери веса вызывают у аудитории так называемый эффект Оза и после эфира буквально сметаются с полок магазинов. После вашей рекламы, вы ведь доктор знаменитость, продажи одного препарата выросли на 12 тысяч процентов, а интернет-поиски этого же средства возросли на 42 тысячи процентов. Зеленый кофе – вы же сами называли чудо-таблеткой и гарантировали быстрое сгорание лишнего жира. Оз утверждает, что денег с компанией не берет и искренне верит в то, о чем рассказывает в эфире. В потоках рекламы на телевидении, радио и в интернете образ звезды используется без его согласия. Такова цена популярности. Но вы ведь говорили «чудо-лекарство», значит, обещали людям чудо, не унимаются законодатели. Почему, обладая уникальной способностью общаться и вызывать у людей доверие, вы – врач, обещаете им такие вещи? В основе вашего якобы «чуда» вместо серьезного научного исследования показания всего лишь 16 человек в Индии, которым компания-производитель еще и заплатила. Моя программа посвящена надежде. Она показывалась в 118 странах мира. Миллионы людей узнали о разных способах борьбы с избыточным весом, поверили в успех. Слово «чудо» я употребил, чтобы вдохновить их. Телеведущий обещал сенаторам впредь тщательнее подбирать слова. Впрочем, специалисты убеждены – таблетки, настойки и притирки всякого рода не упадут в цене. И не потеряют верных клиентов, несмотря на все попытки госструктур бороться с аферистами. За последние 10 лет мы 82 раза обращались к правоохранительным органам за помощью. Только в 2010 году общая сумма, выплаченная покупателем за недоброкачественный товар, а именно средств по борьбе с лишним весом, составила 107 миллионов долларов. Причем одна из компаний заплатила штраф в 3 миллиона 700 тысяч долларов. Федеральная комиссия по торговле учредила специальный сайт для журналистов, где разоблачаются 7 наиболее популярных рекламных слоганов-мифов о потере веса. А для потребителей выпустили видеоигру на двух языках, английском и испанском. Ее призвание учить отличать правду от недоброкачественной рекламы. Ученые медики и правительство предупреждают американцев, будьте осторожны, когда видите рекламу чудо-препаратов, якобы гарантирующих быструю потерю веса. Чудо не будет без труда, специальных диет и физических упражнений, не выловить пресловутую рыбку из пруда. Как бы нам этого не хотелось. Александр Панов, Дмитрий Шахов, RTVI, Вашингтон.